Алтайский государственный университет Программа, инициированная в 2015 году Государственным институтом русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Программа направлена на продвижение русского языка и русской культуры как в России, так и за ее пределами. И в настоящее время, несмотря на молодость этой программы, она реализуется уже во всем мире. На границах с Россией достаточно активно, но и на других континентах, уже и в Америке, и в Северной, и в Южной, она достаточно распространена. Антон, ну вот смотрите, наш Алтайский государственный университет стал опорным вузом в этой программе. Это, скажем так, почетная обязанность? Или что? То есть, можно сказать, что вам повезло? Ну вот, нужно сказать, что мы на протяжении двух лет уже активно включены в программу. В 2016 и в 2017 году мы уже организовали три экспедиции в рамках программы в Китай. И нужно также отметить, что эти программы, эти экспедиции очень хорошо удались, и это было отмечено федеральным куратором этой программы, Гиря имени Пушкина, и организатор предложил нам стать опорной площадкой. Что значит опорной площадкой? Во-первых, это значит организовывать экспедиции гораздо более активно, возможно, более массовые, возможно, более далекие. Вторая опорная точка заключается в том, что мы будем проводить методические мероприятия по федеральной программе, по организации ее в нашем регионе. Это значит будут круглые столы, это значит будут экспертные сессии, это значит будут площадки в рамках значимых форумных мероприятий. Получается, вас отметили, это на самом деле большой плюсик вашему ВУЗу, безусловно. А много таких ВУЗов вообще, в принципе, опорных в этой программе? Опорными площадками стало 13 ВУЗов, мы в том числе. Причем из этих 13, три экспедиции организовали только мы, что тоже приятно. Ну вот по поводу экспедиции, что это такое? Это поездка в другую страну, мы ездили в Китайскую Народную Республику, достаточно большим составом, самая большая экспедиция у нас была 12 человек, с хорошей методической подготовкой, в составе обязательно должен быть сертифицированный посол русского языка, и мы приезжаем в учебные заведения, причем это могут быть и средние учебные заведения, школы, и могут быть высшие учебные заведения. Мы охватывали обычно и школы, и ВУЗы. И на этих площадках, в учебных заведениях, мы проводим в течение трех-четырех часов достаточно тоже структурированные занятия. Занятия по популяризации русского языка, мы презентуем музыку, презентуем танцы, презентуем какие-то имиджевые вещи, ну например, матрешки, куклы и что-то еще. Мы показываем, рассказываем и, конечно же, дарим. И играем с ребятами, если это школа, то игровые форматы заходят замечательно. Программа имеет опору на волонтеров, прежде всего волонтеры активно входят в эту программу, и послами русского языка также в первую очередь становятся волонтеры. Ребята хорошо подготовленные, умеющие общаться как с молодежью, так и с детьми, и для них это действительно как новые впечатления от страны, так и большое удовольствие от общения с молодежью другой культуры. Антон, ну вот для русского человека выучить китайский язык очень сложно. На самом деле, не только для русского, я думаю, в принципе, сложный язык, да, много там вот этих вот у них своих наречий, иероглифов, значений до одного и того же слова. А вот как китайские дети, студенты русский язык воспринимают, то есть в состоянии они его выучить, ну хотя бы, не знаю, на уровне разговорной речи? Очень интересный вопрос. На самом деле у нас с Китаем достаточно активные как международные экономические, так и международные культурные взаимоотношения. У нас, например, в университете есть целая кафедра востоковедения, где обучают иностранному языку, китайскому. И также точно в Китае есть, понятно, что в вузах обучают русскому языку, и специалисты приезжают к нам. Конечно же, мы выходим для взаимодействия на такие вузы, чтобы можно было какую-то коммуникацию осуществлять и на китайском, и на международном английском, и на русском языке. А самое интересное, что и школы есть. Вот мы ездим в разные города, в Шанхае, в Пекине. Есть школы, в которых преподают русский язык, как иностранный, и ребята с удовольствием его изучают. А что самое главное, очень большой конкурс на эти занятия, на это изучение. Неожиданно, неожиданно. Ну это на самом деле укрепляет и связи, да, и в Китае, видимо, понимают, что мы ближайшие их партнеры во всех смыслах, и необходимо, в общем-то, обмениваться и культурными программами, и экономическими. Совершенно верно. На политическом уровне обозначен вектор, что Россия – это стратегический партнер, и, соответственно, этот вектор распространяется на социальную сферу, на культурную сферу, на сферу молодежного общения. Ну вот, да, вы стали опорным вузом, а финансирование федеральное предполагается, или вам приходится все своими средствами, ведь просто не просто так же съездить, да, организовать, вот 12 человек, как говорите, да, то есть съездили, и, наверное, еще будете организовать эти круглые столы и прочее, прочее. Это большие расходы на самом деле. На протяжении двух последних лет мы закладывали в конкурсную заявку и выигрывали средства на организацию экспедиции в рамках программы развития деятельности студенческих объединений. И вот на протяжении, получается, двух лет эту поддержку нам оказывал гиря имени Пушкина. Они поддерживали на уровне экспертной комиссии, на уровне конкурсной комиссии, и также есть целый набор инструментов по конкурсному приобретению средств на реализацию этой программы. Есть федеральные целевые программы, есть грантовые программы, там, правительство, президенты и так далее. И также вот в рамках совещания, на котором я присутствовал по определению опорных площадок, мы целый час потратили как раз на разбор, каким образом организовывать финансирование. по этой программе. Перспективы, конечно, есть, но все эти перспективы – это активная работа, конкурсная, состязательная, грантовая, которую мы будем выполнять. А вот вы только экспедиции будете организовать в Китайскую республику или в другие тоже со стороны? Нам, университету, очень интересен весь азиатский регион. Мы активно работаем с 2012 года по консолидации азиатского образовательного и молодежного пространства. Нам очень интересны страны, такие как Казахстан, Таджикистан, Киргизия и дальние зарубежья – это и Монголия, и Индия и так далее. И, соответственно, вот мы начали реализацию этой программы с партнера, который обладает наибольшими масштабами и наиболее интересен нам с точки зрения количества обучающихся в университете. Но при увеличении масштаба программы мы планируем охватить и вот эти страны, которые я перечислил. То есть уже есть у вас это в планах? Может быть, в следующем году, возможно, в Монголию, допустим, или в Казахстан? Вы совершенно правы. На самом деле в планах у нас двухстороннее мероприятие с Республикой Казахстан. Мы планируем провести следующий, третий азиатский студенческий форум как раз в Казахстане. И, соответственно, в рамках этого форума уже предусмотрена экспертная площадка по федеральной программе послы русского языка в мире. И нужно сказать, что вот эту идею мы уже приступили к поиску поддержки для нее. Мы уже выставили азиатский студенческий форум как конкурсный проект опорного вуза и выставили его на голосование. Соответственно, если можно, если уместно обратиться к нашим слушателям, поддержать наши конкурсные проекты, студенческие проекты опорного вуза, то мы бы были очень благодарны, нам бы это помогло в реализации этих молодежных программ. Информация, ссылка есть на сайте Алтайского государственного университета. Буквально два слова. Любопытно, что китайцы понимают, что у него есть стратегические партнеры, что очень важно развивать вот эти связи. А вот у вас, вы сказали, что есть кафедра, да? Есть интерес у наших русских ребят, барнаульцев, у тех, кто приезжает поступать в Алтайский государственный университет, интерес к китайскому языку? Вы знаете, очень большой интерес. Мы учебное заведение, и у нас каждый год идет прием на различные специальности. Так вот, на международные отношения конкурс один из самых больших. И больше того вам скажу, ребята, которые выпускаются из университета, они являются очень хорошими специалистами. И они едут работать в Китай и получают очень и очень большие зарплаты. Антон, большое спасибо за содержательную беседу. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое, всего доброго. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник по воспитательной и внеучебной работе Алтайского государственного университета Антон Целевич. Спасибо за внимание, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»